всем здравствуйте вы на моем канале который называется своими руками здесь я показываю все что делаю своими руками различные рукоделия и в последнее время я делаю бантики для школы потому что наступает школьная пора и дочка меня попросила сделать бантики вот с такими кабошонами я подобрала сюда розовые цвета такое кружево вот такую ленту декоративную репсовую розовую и темно-синюю потом взяла просто розовую репсовую ленту ну вот такая у меня еще есть не знаю что из этого получится будем сейчас вместе с вами что-то придумывать заранее я ничего не смотрела вот просто взяла эти кабошону подумала что к ним подойдет и хочу вместе с вами подумать какие сделать же заколки мне понравилось вот сочетание двух этих лент я подумала сделать какие-то такие двойные это бантики или лепестки из которых потом будет состоять цветочек и вот здесь пыталась как-то это придумать как загнуть что был виден и синий цвет и розовый цвет думала сделать какие-то такие лепестки соединить их в круг но потом мне показалось что для этого форма кабошонов круг не совсем подойдет мне кажется здесь лучше будет смотреться бантик какой-то форме бантика что-то они круглого цветка потому что они такие длинные и дальше я вспомнила один из видов бантиков которые я недавно сделала и отмерила по 13 сантиметров этой декоративной ленты и сплавляю края зажигалка с тем самым соединяю эти два отрезка ленты вместе потом я сворачиваю ее пополам чтобы наметить середину и делаю вот так вот закину я делаю такой вот конвертик конвертик или как его назвать по отношению к середине немножко под углом и вот эти линии сгиба я немного разогреваю зажигалкой и проминаю чтобы они были более четкими держали форму дальше вот так сагина я не знаю как это объяснить я думаю что на видео все понятно сделаю такой самолетик и немножко вот эту уголок отрезаю сплавляет уже все зажигалкой и вот что сагинаю то есть я хочу чтобы у меня была такого розовая лента сверху синяя под низом поэтому я и загибала таким образом дальше все прошиваю на иголочку собираю то есть вы досмотрите какой цвет ленты вам нужен как основной чтобы его было больше и исходя из этого уже смотрите какую сторону вам лучше согнуть ленту прошиваем делаем такой полу бантик я пришиваю несколько сторон сразу чтобы удобнее было собрать все это и вот такая симпатичная крыльевная половинка бантика у нас получается и аналогично я делаю вторую половинку напоминаю что отрезаю по 13 сантиметров каждой ленты и не буду удалять этот момент как я делаю вторую половинку чтобы можно было еще раз просмотреть если вам было непонятно если вы сделаете заколку по этому мастер-классу какую-то то я жду ваших комментариев если он был для вас полезен потому что мне это важно я уже больше полугода наверное виду этот канал у меня не так много подписчиков поэтому если канал был для вас полезен потому что по такому количеству подписчиков мне кажется что я делаю это все зря и в принципе не очень-то это востребовано и не нужно тому ваша обратная связь будет для меня очень важно что если мой мастер-класс принес вам какую-то пользу и вы смогли сделать бантики порадовать себя или своих близких то мне будет очень приятно напишите пожалуйста мне об этом в комментариях и подписывайтесь на канал если вдруг вы не подписаны этим самым вы тоже мне подскажете что мои видео смотрят что они полезны что люди подписываются значит я делаю все это не зря это интересно но тем временем я уже доделаю вторую половинку бантика мне осталось только шить и вот такие две милые половинки получились если мы соединим то у нас получится бантик примере сюда этот кабошон как он будет смотреться мне кажется он хорошо подходит и дальше я решила взять такую розовую ленту же широкую 4 сантиметра и соединить ее с вот этой декоративной синей лентой наложите так друг на друга тогда весь рисунок будет хорошо виден розовой ленты я отмеряю 20 сантиметров отрезаю сразу два таких отрезка и синие декоративные ленты соответственно тоже 20 сантиметров накладываю друг на друга так чтобы синие ленты декоративного примерно посередине что пристояние с двух сторон были равны и сплавляю все края зажигалкой соединяя их вместе сантиметров ну дальше я намечаю середину и начинаю сшивать бантик я сшиваю именно вот так сначала одну половину к середине пришивая потом вторую то есть не накладываю их друг на друга и не делаю один шов потому что здесь большая толщина 2 репсовых ленты и мне кажется что таким способом именно бантик получается красивее из репсовых лент я делаю именно так после того как я посмотрела как все это смотрится вместе мне до захотелось чего-то добавить например вот белого кружева потому что фартук и гольфики на кабошонах у девочки белые и я отмеряю 50 сантиметров кружевом собирая его на иголочку но мне не понравилось как смотрится это кружево потому что она узкая у меня им какой-то слишком маленький получился вот этот вот кружочек тогда я стала думать сделать какие-то лепестки из разной ленты складывала и синий и опять из этой розовой декоративной прикладывала думала вот сделать какое-то мне хотелось разделение но опять же если сделать из этой же розовый будет слишком много розового все как-то сливается мне хотелось чем-то разбавить я все-таки опять вернулась к идее с белым кружевом мне кажется она здесь подойдет только нужно придумать с него что-то другое я подумала что можно сделать с него бантик отрезала по 20 по 18 сантиметров кружева два кусочка и сделала из него бантик я сшила так чтобы ажурная сторона смотрела по разные стороны от центра а прямая была вместе вот что у меня получилось я собрала вместе это есть чтобы примерить а когда смотрится и мне меня все устроило мне понравилось напишите нравится ли вам этом я не закончила я взяла еще два отрезка синие ленты по 20 сантиметров это атласная лента шириной наверно 5 сантиметров не знаменит оставался один маленький кусочек я оплавила края и сделала из этой ленты обычный бантик вот уже атласную ленту она тоненькая я накладываю друг на друга в центр и прошиваю уже ее одним швом не так как репсовую я прошивала двумя швами ну и теперь когда все готово я всем довольна выбранными сочетаниями цветов фактурами лент можно собирать бантик переходить к самому любимому да когда из кусочков лент мы получаем что-то невероятно красивое и это удовлетворяет наши запросы то что мы хотели получить с реальность и ожидания даже иногда реальность превосходит ожидания мне кажется в изготовлении бантиков приклеиваю резиночку резиночку мне было только белая и оборачиваю белой тоненькой репсовой лентой на резиночку это уже наношу клей чтобы посередине зафиксировать я делала эти бантики для своей дочери еще раз повторюсь она меня попросила лежали у меня эти кабошон и она просила сделать с ними поэтому я сделаю не принципиально мне тут было я решила сделать и белую резиночку конечно если бы делала на продажу я бы подобрала наверно темно-синие цвета потому что они здесь больше подходит я немножко царапаю обратную сторону кабошона чтобы было лучше сцепка убираю все лишние сопли от клея так сказать и вот такой бантик у меня меня получился и сегодня вы вместе со мной наблюдали за придумкой этого бантика как он создавался если вам понравилось такое видео ставьте лайк подписывайтесь на канал спасибо за просмотр всем пока